МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотелось бы узнать вашу оценку того, как оно прошло в нашем городе в плане культурной жизни. В этом году, именно в 2016 году, мы продолжили свою акцию «Отдыхай дом и путешествие по Рязанской области». И именно в этом году решили поменять немножко формат и сделать акцент именно на фестивалях, праздниках, которые проходят в нашем регионе. И таким образом выстроить программу продвижения туристических ресурсов Рязанской области в рамках фестивалей и праздников. То есть люди, когда приезжают на фестивали, они еще задумывают то, что кроме посещения каких-то фестивальных площадок, они планируют посещение объектов музеев, каких-то памятников культуры, природы и так далее. В этом году действительно лето выдалось достаточно насыщенным. И начиная с июня по вот уже сентябрь, практически каждый выходной у нас что-то происходило и в городе, и в районах. Надо сказать, что в этом году очень активно подключились, наряду с городскими мероприятиями очень подключились у нас муниципальные образования наши. В этом году в другом формате прошел фестиваль «Золотая ладья» в городе Касимове. Вообще надо сказать, что город Касимов развивается в туристическом плане. Мы видим, что растет интерес к туристским ресурсам города Касимово. И, конечно, какое-то крупное, интересное событийное мероприятие, оно должно быть в Касимове, чтобы быть дополнительной мотивацией, чтобы приехать в этот город и увидеть эту красоту, познакомиться с уникальной историей этого города. Конечно, в этом году немножко в другом формате прошел фестиваль в поселке Шилово. Слава Добрыни уже фестиваль достаточно с такой большой историей. Но в этом году немножко формат его также поменялся. Фестиваль «Малина» в этом году, мне кажется, рекордное количество посещений было на этом фестивале. Но мы зафиксировали в районе 6 тысяч, это точно. Немножко тоже поработали с программой, усилили гастрономическую составляющую. Но, как всегда, «Малины» на всех не хватило, потому что не рассчитывали на то, что действительно интерес к этому фестивалю вырос. Едут люди из Воронежа, из Тулы, из Липецка, из Тамбова, из Владимира. То есть соседний регион действительно этот фестиваль стал таким туристическим проектом, туристическим продуктом. И кроме индивидуальных туристов едут еще и организованные группы туристов. Это действительно показатель того, что фестиваль стал основой туристического продукта. И люди, видя, что в эти сроки проходит фестиваль, они планируют, что мы поедем в Рязанскую область, посетим фестиваль, а еще съездим в Константиново, посетим город Рязань, Кремль, музей Павлова и так далее. То есть, слава богу, что в Рязанской области есть что посмотреть. И, конечно, битва на Овожи в этом году, я считаю, что очень на высоком уровне прошло это мероприятие. Тоже интерес очень высокий, очень хорошие отзывы об этих мероприятиях. В общем-то, лет удалось. Надеемся, что мероприятие, которое пройдет у нас в ближайшие выходные, тоже вызовет большой интерес, будет много гостей, хороших, положительных отзывов. – Действительно, огромное количество праздников, фестивалей, которые рязанцы уже успели полюбить, они их ждут, но с завершением лета они не заканчиваются. Впереди еще один фестиваль. Если можно, чуть подробнее о нем. – В эти выходные 3 сентября между селами Заокска и Коростова в Дубовой роще пройдет фестиваль «Закой по Суцуко». Он пройдет у нас уже в третий раз. Тематика фестиваля у нас молочная. Выбрали мы это не случайно. Вообще идея у нас возникла, когда мы участвовали в международной выставке «Интермаркет». И для того, чтобы привлечь внимание к стенду Рязанской области, мы решили, что организуем торговлю молочной продукцией, которую у нас наши мелкие подсобные хозяйства предлагают покупателям. И, в общем-то, это вызвало какой-то такой ажиотаж. Так много было в этот день посетителей около нашего стенда. И мы подумали, что действительно может быть молочная продукция, учитывая, что действительно у нас и молочных предприятий очень много. И фермерских хозяйств, и личных пособных хозяйств очень много, кто занимается переработкой молока. Мы посчитали, что это может стать неким таким гастрономическим, можно сказать, брендом Рязанской области. И вот вместе с администрацией муниципального образования «Рязанский район» мы пришли к такой идее, что давайте организуем такой фестиваль. Тем более села Коростово и Заокска, они славятся своей уникальной просто молочной продукцией. Действительно, такого разнообразия, такого ассортимента мало где можно увидеть. И, соответственно, место, конечно, проведения фестиваля, оно тоже не возникло у нас никаких сложностей, а где бы провести такой фестиваль. В этом году фестивальная программа, она тоже у нас добавилась дополнительными какими-то элементами. В этом году у нас впервые пройдет молочный забег. Много информации тоже было о нем в интернете. То есть мы приглашаем к участию. Еще и регистрация не закончена, поэтому мы рязанцев и гостей города приглашаем принять участие в этом молочном забеге. Участвовать может пара, мужчина и женщина. Безусловно, их ждут достаточно-таки серьезные препятствия, но приз того стоит, приз холодильник, наполненный молочной продукцией одного из наших рязанских молочных комбинатов. В этом году у нас большая широкая площадка, это молочная деревня, где будет интересно и детям, и взрослым. Очень много будет активности именно для детей, поэтому приглашаем семейные пары с детьми обязательно посетить этот фестиваль, потому что детям действительно там будет интересно. Кроме того, что там будет небольшой зоопарк домашних животных, будет очень много мастер-классов, интерактивных площадок. Опять же, всех встретит приветственный стакан молока, всех ждет в этот день. И мастер-классы по кулинарии. В общем-то, очень-очень много всего интересного. Но, конечно, кульминацией этого праздника является парад коров традиционный. В этом году, учитывая, что у нас год кино, мы решили, что наши красавицы-буренки будут в образах каких-то киногероиней, российских фильмов. И всем предлагается проголосовать за понравившуюся буренку. На стойке Туристко-информационного центра можно будет получить билет для голосования. И потом этот флайер будет участвовать в конкурсе на самого преданного, на самого терпеливого зрителя. И в конце самый терпеливый, кто дождется конца фестиваля, получит призы, которые будут разыгрываться среди людей, которые поучаствовали в голосовании за наших любимых коровок. А во сколько вы ждете гостей фестиваля, когда праздник начнется? В 12 часов начала праздника. Надо сказать, что в этом году будут организованы также доставки зрителей с автовокзала Приокский. Кроме того, что есть рейсовые автобусы до села Заокского, также будут дополнительные рейсы. То есть в кассах автовокзала можно уточнить эту информацию. И, соответственно, обратно тоже любой желающий, кто, может быть, не имеет автомобиля, сможет спокойно добраться до фестиваля и обратно. Мы с вами говорили о праздниках фестиваля Рязанской области. Фестиваль «Малины», «Битва на вожи». Они действительно о них знают уже и за пределами Рязанской области. Вот с вашей точки зрения этот молочный фестиваль набирает свою популярность? Конечно. Мы много что для этого делаем. Когда мы участвуем в туристических выставках, на которых присутствуют именно представители туристического бизнеса, соответственно, мы полиграфическую продукцию распространяем, календари событий. Активно у нас работает группа ВКонтакте, Туристко-информационный центр работает над тем, чтобы сделать действительно этот фестиваль популярным, таким же, как и «Малина», и «Битва на вожи». Также мы делаем адресную рассылку и по туроператорам, и в социальных сетях очень активно работаем. Я думаю, что многие рязанцы увидели на Троицком мосту тоже рекламу этого фестиваля. Поэтому, конечно, мы надеемся, что в этом году еще больше будет посетителей на нашем фестивале. Ольга Николаевна, ну вот с концом лета жизнь не заканчивается. Может быть, есть какие-то еще интересные события именно в плане культурной жизни, которые нас ожидают дальше осени? Ну, конечно. Впереди нас ждет Всероссийский праздник Есенинской поэзии. Один из самых наших главных праздников. Этот праздник у нас тоже включен в национальный календарь событий, в котором, кстати, тоже и фестиваль «Малины», и «Битва на вожжи», и «Заакой пасутся кофе» фестиваль. Поэтому, учитывая то, как прошел Всероссийский день Есенинской поэзии в прошлом году, мы думаем, что в этом году где-то было порядка 12 тысяч зрителей. В этом году организаторы Министерства культуры и туризма Рязанской области и Государственный музей-заповедник тоже стараются, чтобы программа была на самом высоком уровне. Поэтому в этом году мы тоже ждем гостей, в том числе и на этот праздник. Я думаю, что это один из самых главных брендовых праздников нашего региона. Ну что ж, Ольга Николаевна, спасибо большое, что сегодня к нам пришли. Спасибо за то, что делаете нашу жизнь интересной. Действительно, лето было ярким. Я надеюсь, что осень будет не менее яркой и интересной. Я тоже на это надеюсь. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин